Добрый день Добрый день Добрый день Братья, Великий Божь шлёт послание доброй воли и дружбы Благоухающие цветы наши сёстры Олень, лошадь, Великий Орёл Все они наши братья Скалистые вершины гор, соки лугов Жан лошади на крови Человек Все мы члены одной семьи Братья Настал часть помочь друг другу выжить Чем больше мы будем знать друг о друге Чем больше мы будем помогать друг другу Тем больше мы будем любить друг друга О, Великий Манитут Сделай так, чтобы дороги через леса и степи были открыты для нас Сделай сильный носок в дверье Сделай крабрикой восколки и химик И как лично сделай нас так, какими же как лично дума И когда уходим в сверху, в плясу Богодные не нарушают закон природы О, Великий Манитут Примим в дар этот ритуальный танец О, Великий Манитут О, Великий Манитут О, Великий Манитут Если спросите, откуда эти танцы и легенды С их весным благоупанием, горной свежестью долины, Голубым дымком, шумом рек и водопадов, шумом диким и созвучным, Как в горах раскаты грома, я скажу вам, я отвечу. Гор и тундру с балонных ночи, где среди осоки бродит цапля сизая шук-шуга. Что ж, пора не отправляться, всех зверей язык узнать, имена их, все их тайны. След звериный может птичьи разузнать без труда. Пусть дорогу, предопыты! Следующий конкурс. Вы, наверное, догадались. Это же, конечно, конкурс предметов. Что бы ни было объекта в последней команде, предметов сегодня немного больше, чем нужно. Так что у всех без исключения есть возможность и право выбора. Прежде чем пригласить капитана команд, определить те предметы, которые они потом будут обсуждать и предлагать свои версии, я хотел бы сказать, что на этой игре предметы, любезно предоставленные клубом подворья городского центра детского творчества, и также несколько предметов для нашей игры, предоставила Нина Алексеевна Толстихина. Ну, потом, кто выберет эти предметы, я скажу, какие. Потому что эти предметы действительно трудно было сохранить вот до этого времени. Предметы интересные, я думаю, что ваши версии будут не менее интересны. Итак, пожалуйста, капитан команды за красным игровым столиком. Я вас приглашаю к столику с предметами. Пожалуйста, оденьте маску. Так, готовы? Пожалуйста, выбирайте предметы. Два предмета. Так, один предмет есть. Так, второй предмет. Ну, я считаю, что вот здесь вот вперед касается здесь. Пожалуйста, маску увидим. И помогите предмет донести до столика. Он такой тяжелый. Вот такой предмет большой Нина Алексеевна Толстихина нам представила. Так, капитан команды зеленого игрового столика. Хорошо. Так, пожалуйста, средний. Так, один предмет выбрал. Так, и второй предмет. Пожалуйста, маску можно снять. Капитан команды, я скинь его игрового столика. Женя, пожалуйста. Так, можно выбирать. Так, один предмет есть. И второй тоже есть. Так, маску снять. Капитан команды, снарк, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, выбирай. Так, и есть. И второй предмет. Так, и второй предмет, пожалуйста. И второй предмет. Все предметы выбираны. Прошу, задейте, пожалуйста. Наше традиционное задание в этом конкурсе дать как можно более полную характеристику этим предметам и, естественно, не забыть тему нашей игры. Мы начинаем с команды еды в школе номер один. Пожалуйста. Значит, нам достался кабачок и шафран. Значит, шафран – это цветок, который имеет такие красивые, яркие, оранжевые цветок. Цветок соцветия. Соцветия – это корзинка. Значит, можно... К нам привезли этот цветок, семена этого цветка из Мексики. Размножается он семенами. Они... Они такие доненькие, продолговатые, черного цвета. И некоторые, ну, конечно, на любителей, но могут использовать шафраны как прятость, добавлять в пищу. Выдает аромат. Значит, нам достался еще кабачок. Кабачок – это бахчевая культура, растет на бахчах. Относится к семейству тыквенных. Тепло-любивое растение. И размножается семенами. Семена, ну, похожие на семена, и только так белого цвета. Из кабачков делают очень много вкусных блюд. Его можно консервировать, можно жарить, можно делать круф. Да, кстати, если очень надо, не буду набрать воду, можно опустошить его и налить туда воды. Кстати, ничего не случится. Так, спасибо. Свою версию предлагает команда внуки Дармина. Пожалуйста. Наш первый предмет – это тыква. Это самая большая ягода, ну, можно сказать, в России. Ну, из нее можно сделать посуду. Можно вырезать внутри ее находятся семечки. Ну, на день всех святых можно вырезать внутренности, сделать глаза, поставить внутрь свечки, ну, и сделать костюм маскарадный. Ну, из тыквы можно также делать продукты питания, там, варенье. Если бы эта тыква была опустошим, ее можно было бы подарить неудачному жениху. Второй предмет – это шишки сосны. А они относятся к полусеменным растениям и семечки, ой, не семечки, а это, ну, разносятся ветром на нескольких километрах. Также из шишек можно делать поделки, кидаться ими можно разжигать костер. Также шишки используют при копчении мяса или, ну, рыбы. Также. Ну, это же шишки можно все опоксиливать. Есть? Ну, также можно кидровать. У нас в Забайкале и Чеченской области есть кидровая аренда. Кидровая. Это не искусство. Мы уже на кидровой шишке перешли, да? Так, ну, спасибо за вашу информацию. Ну, я хотел бы вдобавок о тыкве сказать, что в калетах из тыквы еще есть бедолушки, да? Если мы располним наши сказки. Так, пожалуйста, вторая версия – команда «Волшебная сказка». Значит, перед нами семена калетовы, или, как у нас их называют, ноготками. Ноготками они называются для того, чтобы, посмотрите, по форме они похожи на обрезанные ногти. Для формы. Значит, если мы начнем с цветкового растения, которое дают вот эти семена, то мы увидим, что тиржневая водевая система, степень для настоячий, относится к плавноцветным, соцветивания у него корзинка, к плоте стухи. Водный раствор калетовым можно употреблять в виде шампуни. Он очень хорошо отреживает волосы. А спиртовой настой, калетовым, помогает приочистки лиза от угры. Второй предмет у нас – кедровая шишка. Эта шишка растет на растении, которое называется «пиносибирь». Сибирьку, или, как она переводится, сосна-сибирька. Правильное название у него – сосна-сибирька, но у нас она называется кедром. Значит, кедр относится, это многолетнее растение, вбойное растение, относится к колосеменым. Из плодов можно получать оливковое масло. Эта шишка на растении созревала несколько лет. Только на четвертом году, в ее жизни, вы, наверное, сами ее собрали, да? Она уже не новая, не свежая шишка. Ей, по-моему, она уже подлежала не торчевание, потому что на ней имеются смолы. Смола кедра также очень полезна. Все? Так, спасибо за информацию. Свои комментарии к предметам. Девочка, команда, смартфон. Наш первый предмет – это хлеб. Я думаю, о хлебе очень много могут сказать вообще все люди, любой из вас, потому что хлеб – это, даже согласно всем пословицам, хлеб – это всему голова. Без хлеба мы не представляем сейчас наше существование. Если считать с биологической точки зрения, то хлеб, конечно, как всем известно, изготавливается из пшеницы или ржи. Но этот данный кусочек хлеба, белого хлеба, он изготовлен из пшеницы. Пшеница – это однолетние растения, относятся к попрютосеменным. Стебель прямо стоячий, размножается пшеницей, семенами, корень, корень ничковатый. Также пшеница, это, как уже звучало на этой игре, это самая распространенная сельскохозяйственная культура. Хлеб также, кроме пшеницы, входит и вода. Вода – это тоже жизненно важный компонент и для человека, и вообще для всего живого. Говорят, что из воды возникла жизнь. Ну, про хлеб говорить много не надо. Хлеб мы употребляем в пищу. И я думаю, все знают его вкус. Этот кусочек хлеба, возможно, привезет из хлебного магазина. Или, или печен кем-нибудь дома, в домашних условиях. Причем домашний хлеб очень, очень вкусный. Да, и по-другому. Почему? Так и что мы предъявляем. Значит, подворьми и желудки. Овощ, который достался нам, это лук. О луке сказать можно многое. С луком не обходится ни одно блюдо. Если сказать о луке, о луковице, то это представляется как. Часть стебля знакомы с питательными веществами. Корень у лука мочтоватый. Сверху покрыт снаружи защитный с чешуйками от повреждения и также высыхания. Внутри лук образован чешуйками в виде зачатывающих листьев, в которых накапливаются лака и питательные вещества. Лук, это очень полезное и важное растение. Без него не может обойдись, наверное, ни один человек, ни одно блюдо. С него содержится всевозможное количество питательных веществ, витаминов. А все времена луком лечились люди. Отличные болезни, такие как сандийцы, и приваривали облик альтиминозы. Лук – персонаж из многих сказок, можно сказать, что... Вы можете даже вспомнить Чаполина, которым был луком. Из лука выделяют всевозможные вещества и предоставляют из них лекарства. Он укрепляет волосы и, так сказать, повышает, регулирует объем в человеческом организме. В качестве лука содержится большое количество микроэлементов и при наставивании его также можно поливать растения для лучшего их роста. Также в качестве лука можно красить яйца на баску, как вы все знаете. Данный лук, который дали нам, это лук, растущий за... Над ним будет достаточно маленький уголок, вырастает целая семейка. То есть это семейка. То есть путем деления боковых почек на луковицы вырастают другие луковицы. Все? Я думаю, информация была очень полезная. Спасибо. Итак, и у нас идет картофель в вашей версии. Значит, он достался и будем картофелем. Он относится к семейству басленовых, это близкий родственник помидоров. Значит, история картофеля такова. Калуб завез... Петр Первый завез картофель. И сначала, в общем, в пищу использовали не клубни, а плоды. Именно такие зелененькие, похожие на неспелые помидоры. Значит, очень много людей отравилось, и поэтому картофель стали скреплять. Ну, однажды, когда его употребляли, клубень картофель случайно попал в костер. И его попробовали, он оказался очень вкусным и питательным. С тех пор картофель употребляют множество блюд, и огромное множество блюд можно приготовить из картофеля. Также из картофеля он получает роман. Второй предмет – это ракушка морская. Значит, ну, вот такая вот раковина служит убежищем, вернее, не убежищем, а как домиком для маленьких раков. Ну, вот именно вот эта раковина, мне кажется, она привезена из Тихого океана, потому что Тихий океан у нас более близкий. Значит, для нас. Ну, значит, вот эта именно ракушка, она покрыта лаком, но вообще она как бы образована из костного. В общем, делается она вообще из песка, делается, образуется она из песка. А, значит, эта ракушка, если мне поставить коху, можно услышать, а может, что еще? А, и еще, значит, некоторые люди коллекционируют эти ракушки, они являются коллекционным материалом, значит, и еще они не смогут попить, есть. И еще дело в прошении. И по сути. Так что, спасибо, давайте поаплодируем команду. В прошлом учебном году, в 2001 году, в Центре детского творчества проводились игры, интеллектуальные игры для старшеклассников города. Игра носила общее название 5 на 5, потому что участие принимали в этой игре 5 команд, и в каждой команде по 5 человек. Но тема была посвящена Байкалу. Дорогу к Байкалу осидит идущим. Ребята показали глубокие знания нашей забайкальской природы. Конкретно озеро Байкала, его водных ресурсов, его природы, его растительному миру, животному миру. И ребята, показавшие свои глубокие знания, были награждены, конечно, по праву, хорошими, ценными подарками за участие в этой игре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok